Книга «Открытым окон» Автор Игнатий Тихонович Лапкин 30 том, вопрос 467 Как могли распознавать отшельники явления, кто к ним явился? Ангел или демон? Я читал, что если с крестом, то это вестник от Бога, но тогда почти сомневаться, кто изображен. Почему монахов так часто соблазнял дьявол? Ответ. Вы перепутали явление со сном. Это Иоанн Кассиан говорит, что во сне дьявол не может показать крест. Определить можно по делам, сверяясь по Писанию. Враг подошел ко Христу и просил излишества, камни сделать хлебами, просил сотворить чудо броситься с высоты и просил поклонения себе. Вот эти пункты в деятельности его так и остались. Ни одна петля им не выброшена. Второе. Коринфянам 2.11 Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Монахов потому так и соблазнял, просто и часто, что они поставили себя в условия, где и без дьявола они уже делали то, что ему угодно, удалились от благовестия и в ту же пропасть загоняли всех, кто с ними сталкивался. Если было видение, где некто говорил, чтобы идти в монастырь, в дебри или на месте явленной иконы строить храм или монастырь, это всегда был канонический выверенный эпизод. Это только от Бога, и это все чисто и свято. Монахи же никогда и ни в чем не старались дьявола проверять строками Библии, ибо мало кто ее знал. Но вот если сказано было выйти из кельи, оставить свою пещеру и пойти в мир, тут даже самый неопытный монашек точно знал, что это только от дьявола. Выковырнуть монаха из его коморки было практически невозможно. Они так были научены по всем своим потерякам и вовсеикам. За две тысячи лет не было ни одного видения им, чтобы идти и благовествовать о Христе, что мир погибает без евангельской вести. Они даже на горизонте ни разу не видели такого видения. Деяние, 16 глава, 9 стих. И было ночью видение Павлу. Пристал некий муж, микедонянин, просяиваю говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». И Павел сразу пошел, ибо там ждут люди, им нужно рассказать о жертве Христа, о его воскресении. А вот видение Петру. Деяние, 10 глава, 3 и 10 стих. Он видение ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему. Видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. О чем оно? О том, чтобы он шел и проповедовал людям о Христе. И ни Павел, ни Петр не подумали даже, что это дьявол им явился и зовет не просто в мир, а в дальние места. Дьявол не может звать на разрушение ада. И неоднократно апостолу Павлу были подобные явления. И ни разу по сей день никому не пришла столь самозбродная мысль, что это искушение от дьявола. Деяние, 18 глава, 9 по 10 стих. Господь же видение ночью сказал Павлу. Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Деяние, 18 глава, 5 стих. А когда пришли из Македонии с силой Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Деяние, 22 глава, 17 по 18 стих. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление и увидел его и сказал мне, Поспеши и выйди из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Деяние, 27 глава, 23 стих. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и я, и которому служу, явился мне в эту ночь. Монахи бы же здесь все истолковали бы в свою сторону. Идти? Да как же тогда с нашим безмолвием, с нашим созерцанием и молитвами за весь мир? Вот как монахи судят о видениях. Некий юноша, упросив отца своего, вступил в монастырь, в котором начал усиленно подвязаться, удивляя настоятеля своей строгой жизнью. В скором времени стал он проситься в пустыню на отшельническую жизнь. Добившись, наконец, разрешения, отправился в пустыню и поселился в одном месте. Там он прожил в отшельничестве шесть лет, никого не видя. И вот однажды приходит к нему дьявол в виде старца Аввы. Лицо у него было страшное. Брат, увидев его, испугался, впал лицом на землю и стал молиться. И потом встал. Дьявол сказал, помолись им, брат, еще. Они помолились, и когда кончили молитву, дьявол спросил его, сколько времени живешь ты здесь? Шесть лет, отвечал брат. Тогда дьявол сказал, ты сосед мой. Но я только четыре дня тому назад узнал, что ты живешь здесь. Моя кель недалеко отсюда. Одиннадцать лет я не выходил из нее. Вышел только сегодня. Узнав, что ты живешь по соседству. Я подумал, схожу к этому человеку Божию и побеседую с ним о пользе душ наших. Скажу ему, что отшельничество наше не приносит нам никакой пользы, так как мы не причащаемся к святых тела и крови Христовых. Не сделаемся мы ли чуждами Христу, если удалимся от этого таинства? В трех милях отсюда есть монастырь. Сходим туда в воскресный день, причастимся телу и крови Христовым и возвратимся в наши кельи. Совет понравился брату. Когда наступил воскресный день, они отправились вместе в тот монастырь, вошли в церковь и встали на молитву. По окончании молитвы брат не нашел того, кто его привел. Стал искать его, спрашивать у братьев, где тот старец, который вошел с ним в церковь. Они отвечали, «Мы не видели никого, видели только тебя одного». Тогда брат понял, что это был демон, и сказал сам себе, «Смотри, с какой хитростью дьявол излег меня из кельи моей. Но все же я пришел для доброго дела. Прочешусь тело и крови Христовых и возвращусь в келью мою». Так он и сделал. Из книги «О лесте. Так ли она безобидна?» Страница 12.13. По благословению Патриарха Алексея II. Черас, 15000. Москва, 2000 год. Как монах узнал, что явившийся в Сталец есть демон? Не увидел его рядом. Вот уже и процесс ведьм готов. Когда и где кто слышал, чтобы дьявол звал в церковь причаститься? Ничего взамен не просил, не поворожить, никак экстракенса не полечить. И ни одного места ссылки на Писание никогда нет у монахов, когда они прятались от благовестия. Вот отрывок из жития Петра Афонского, умершего в 734 году, 12 июня. А Магомед Мухаммад умер в 632 году. Сто лет уже мусульманцев, а монахи все продолжают гробить силы христиан. Теперь миллиард ждет часа, когда с христианством расправится. Попал в плен, молился святителю Николе и пришел за этим пленом Петром Симеон Богоприимец. «Исполнишь ли свой обед?» сказал ему святой Симеон. «Быть иноком и проводить добротельную жизнь». «Да, владыка», отвечал Петр. «С помощью Божией исполню». Святой сказал, «Если обещаешься выполнить это, то можешь беспрепятственно выйти отсюда и идти, куда пожелаешь. Ни одного из препятствий не может удержать тебя здесь». Тогда Петр показал святому свои ноги, скованные железом, и лишь только святой Симеон коснулся оков золотым жезлом, железо тотчас же растаяло, как тает воск в огне. После этого Петр встал на ноги и увидел темницу открытой, вышел и последовал за святыми, Симеоном и Николаем. Когда они были уже вне Града, Петр, обдумав свое положение, сказал, «Не во сне ли происходит все то, что я вижу?» Тогда святой Симеон, обратясь к нему, сказал, «Почему ты, явно творимую тебе милость Божия, признаешь за сон? Разве ты нехорошо видишь, где ты и кому следуешь?» Сказав сие, святой Симеон поручил святому Николаю Петра, который и последовал за святителем. Сам он отправился в утесистые места, проходя многие болота, пропасти и леса, пока не нашел для своего обитания одну весьма темную пещеру, где было множество гадов и даже бесы. Сколько претерпел там преподобный напасти от бесов и сколько перенес бедствий, и сказать невозможно. Затем дьявол стал другими способами искушать преподобного. Тогда он принял вид одного из отроков Петра, служивший ему, когда он был в мире воеводой, и в образе этого отрока дьявол пришел к преподобному и припал к нему, желая поцеловать святого, будучи исполнен медрости. Затем, плача, стал говорить, «Мы слышали, господин наш, как ты был взят на войне, отведен в Самару и там заключен в ужасную темницу, и как Бог молитвами святого Отца нашего Николая освободил тебя из этой темницы и привел в греческую землю. Узнав это все мы, твои домашние, плача и рыдая, всюду тебя искали и, обходя многие города и селения, о тебе расспрашивали. Не нашедшие, не узнав, где ты находишься, мы вознесли усердное моление со слезами ко святому Николаю, чтобы он открыл нам, где ты, наше сокровенное сокровище, пребываешь. Святой Николай, скорый всем помощник, не презрил наших молитв, но открыл нам все относительно тебя, и мы, рабы твои, возрадовались. Я же, предваряя всех, поспешил к тебе, господиновому, и ты, восстав, возвратись в свой дом, чтобы увидели тебя, все желающие видеть лицо твое и прославили о тебе Бога, чудесно избавившись от тебя от уз и плена. Обезмолвиви же не печалься, так как и там находятся монастыри и удобные места для безболновья отшельников, и ты можешь поселиться в этой обители, где пожелаешь. К тому же и сам ты рассуди по справедливости. Что лучше любит Бог из двух? Отшельничество в пустыне, в училиях гор, приносящие пользу только для самого отшельника, или жития Бога угодного и Бога духовного мужа, своим учением многих обращающего к Богу и наставляющего на путь спасения. Поистине второе лучше, как свидетельствует сам Бог во Святом Писании, Иеремия 15.19 «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Ведь ты знаешь, что в нашем городе многие погрязли в глубине страстей и требуют такого человека, который бы был в состоянии призвать их к покаянию. «Тебе, господин мой, будет определено большее воздаяние от Бога, если ты пришедший, обратишь их к Богу. При этом и нас, рабов твоих, всем сердцем любящих тебя, зачем презираешь, удаляясь от нас и скрываясь в пустыне? Теперь же оставь это место и иди в мир, чтобы принести пользу многим. Ведь источник воды, находившийся близ тебя, высох по повелению Божию, чтобы перемерли от безводи все звери, страшившие тебя». Охотник, следя за ленем, увидал тогда направо от зверя ногого мужа с густой бородой, с волосами, доходившим до чресла, тело которого обросло ими, как у зверей. Увидев преподобного охотника, страшно испугался и бросился бежать назад. Тогда святой Петр, заметив, что охотник устремился назад, возвал к нему громким голосом, говоря, «Брат, почему ты боишься и бежишь от меня? Ведь я такой же человек, подобно тебе, а не бесовское привидение, как ты подумал. Возвратись и подойди ко мне, и я расскажу тебе все о себе, так как тебя послал сюда Господь». Удивился охотник, слушая рассказ святого, ужаснулся и с умирением сказал, «Теперь я понял, что посетил меня Господь своей милостью. Он сподобил меня узреть тайного своего угодника, тебя, Отец. От себя, от сего дня всегда пребуду с тобой, раб Божий». «Да не будет так чада», сказал ему на это преподобный, «ты сначала возвратись в свой дом и испытай себя. Можешь ли ты выполнить постнические и отшельнические подвиги? А испыстай себя так, воздержись от мяса, вина, сыра и масла, и прежде всего от жены имущество раздай нищим, прилежно молись и пастись, испытывая себя сокрушенную душою. Так проведи год, и по происшествии его приди ко мне, и что угодно будет Богу, то придется тебе исполнить». По прошествии года охотник вместе с двумя иноками и своим братом отправились на корабле и остановились против того места, где было пребывание святого Петра. Вышедшие из корабля, они прямо пошли в верхнюю пустыню. По дороге к месту, где опитал охотник, угодник, охотник, побуждаемый горячей любовью, опередив всех, поспешил к пещере. Он нашел преподобного отца, лежащим мертвым на земле, руки его были сложны крестообразно на груди, благообразно закрыты очи и остальные части тела честно спрятаны. Увидев это, охотник ужаснулся и падший над телом преподобного стал сильно рыдать. Когда спутники охотника пришли и увидели такого дивного мертвеца и друга своего плачущего над ним. Читая такие жития, поневоле может человек прийти к выводу, что монахи есть самые главные враги распространения благой вести о Христе. Если мудрость свыше отличается от земной тем, что она не предвзята, всегда только беспристрастно, а иначе она будет уже бесовской. И зная, что жития писали сами же монахи, то вполне резон предположить, что не все искушения демонские записаны, соблазны, видения, какими трепал дьявол, монахицу и братью по пустыням и по монастырям. Если бы им были даже ежедневно такие видения и явления, как апостол Павлу, то они бы всех их перелицевали тот же видение Петра Афонского и этого затворника, которого едва возможно было вывести даже для причащения святых святыми христовыми тайнами. А вы наставники, эти многожильные и многопрофильные геронты-старцы изгорялись над свободой великим Божьим даром, как хотели и бесконтрольно, и в полном смысле манкуртов и зомби готовили вместо себя. И на первом месте всегда у них было ни под каким видом, никогда, ни даже в мыслях не покидать свое убежище. И судя только хотя бы по этим вышеуказанным двум примерам, можно догадываться, что были и иные тысячи видений, не попавшие в жития из-за контролеров-цензоров, самых проверенных манаков, пропитанных духом молчанчества и затворничества. Быть может, соблюдая иерархию, Бог, ангелы, человеки, Бог убеждал этих гигантов, упрямцев выйти на свидетельство миру о Христе, сначала через человеков, потом через ангелов и затем сам приходил к ним не раз. Но они открещивались от постных, били их, называясь сатаной и изгоняли из мысли, не допуская, чтобы это было от Бога. От Бога только наказ Авы, которым они служили бессмысленно, в полном послушании его капризам и самодурству. Если волос не падает с головы без ведома Бога и без его воли, то исчезновение во всей вселенной такого сонного пустынников есть прямое доказательство, что именно сам Бог и Егова вымел их, как противишься распространению благой вести, слову истины, истины и противников саму Христу и Духу Святому. Римлянам 15.19 Монахи-препятствователи нести плохую весть, придумали борьбу с выдуманными ересями и были изничтожены Богом все. 1-й официальники 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Монашицы находятся в обольщении дьявольской прелести и гордыни, когда препятствуют нести благую весть в мир своим чернолистам, принимая это обольщение за Божие откровения. 2-й официальники 2.10 И со всяким неправидным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Все себя наименьшими называют рабами рабов. Если же в самом деле таковым себя мыслят монахи, то и надо подожать наименьшему Павлу и Ефесянам 3.8 «И мне наименьшему из всех святых дана благодать тия благоуставать язычникам неисследимое богатство Христово». Противящиеся истинной Христовой или уже похулили Духа Святого, или находятся в пограничном состоянии к тому. И если они самого Христа признавали заобладаемого нечистым Духом, то что говорить об ангелах или человеках, которые желали, чтобы свет евангельский высиял всем на земле, для чего и нужно благовестие нести людям». Иоанна 8.9 «Иисус отвечал «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Если ты знаешь Библию, то обязательно монашествующие будут относить это знание только к помощи от сатаны. А вот не знание Библии, а еще лучше ненависть к ней, пренебрежение гибнущими, умение забиться в норку по Пискаринному это уж точно от Бога. Такая ямка в монашествующих мозгах долбится уже полторы тысячи лет. Бабушки буквально мрут от вида монашеской одежды. Монаху всегда чтили и кормили благодетели, везли обозы в пустыню, о чем и жития не умолчали. Но стоит только хотя бы шепотом сказать, что монаш такое Бог не устанавливал, и оно прямо противоположе евангельскому о как они сразу сгерошатся, и куда их молчаливость и смирение девается. С моим напарником еремонахом так точно все и случилось, что описано в 19 томе и в предисловии к 7 тому. До этого все было ладно и мирно, а тут вмиг объявил всех еретиками и поволокся к старостильникам грекам, и ужасам подобным нет предела до полного умопомешательства.